МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангаромедия. С вами Надежда Фролова. Лишилась квартиры из-за долгов жительница Ангарска. Сообщается, что она несколько лет не оплачивала услуги ЖКХ, а задолженность за электроэнергию составила более миллиона ста тысяч рублей. Женщине неоднократно предлагали различные способы погашения, но это не помогло. В итоге дело направили в суд, а для исполнения его решения подключились судебные приставы. Помещение в многоквартирном доме арестовано и передано ресурсоснабжающей организации. Напомним, ранее Конституционный суд определил так называемый иммунитет. Защита единственного жилья не является абсолютным. Закон допускает возможность изъятия квартиры, если при ее продаже средств будет достаточно для погашения существенной части долга и покупки альтернативного жилья. До 24 января арестован бывший начальник Ангарской исправительной колонии номер 15. Ему предъявлено обвинение по статье о взяточничестве в крупном размере. По версии следствия, мужчина получил от подчиненного миллион рублей. Последний не хотел, чтобы его уволили за грубое нарушение трудовой дисциплины. Отметим, это уже второе уголовное дело в отношении экс-работника ГУФСИН. Первое завели по статье о превышении должностных полномочий. Установлено, что в январе 2017 года он за счет федерального бюджета, выделенных ИК-15, оплатил проведение лесопатологического обследования, не принадлежащего учреждению лесного участка на общую сумму более 700 тысяч рублей. Преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности ГУФСИН России по Иркутской области. Сейчас бывший начальник исправительной колонии арестован на два месяца и помещен в СИЗО. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается. 9 человек погибли на так называемых «зебрах» в Иркутской области с начала года. Без малого 230 получили травмы. Как отмечают в ГИБДД, в 2021-м под административную ответственность попали более 13 тысяч водителей, не предоставивших преимущества пешеходам. При этом дорожные полицейские напоминают, гражданам запрещено выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности. А водителям, приближаясь к переходам, необходимо снижать скорость и быть предельно внимательными. Не переключайтесь. Далее немного полезной рекламы. Легендарное ателье «Соболь» реализует верхнюю одежду из натурального меха и кожи через собственный комиссионный магазин. Хотите сэкономить? Тогда в «Соболь». Качественные шубы по оптимальным ценам. Все меховые изделия проходят жесткий контроль и оценку. Ателье «Соболь». 177-й квартал, дом 1. Музей восковых фигур из Санкт-Петербурга. Фигуры нового поколения. Джек Воробей, Групп, Мистик, Герои Игр Престолов. Более 40 экспонатов. Фото- и видеосъемка разрешается. Музей восковых фигур во дворце спорта «Ермак». С 1 по 10 декабря в кинотеатре «Родина». Большая распродажа шуб. Город Пятигорск. Норка, мутон, дубленки. Меняем старую шубу на новую. Полувековой юбилей отметила гематологическая служба Иркутской области. Все эти годы врачи по всему Приангарью помогают людям продлить и облегчить жизнь с неизлечимыми заболеваниями крови. О том, как развивалось учреждение, в сюжете. Алексей Пешков проходит лечение в гематологическом центре с 2013 года. То есть 8 лет он ездит сюда из Ангарска. За годы борьбы с тяжелым заболеванием крови мужчина не раз прибегал к помощи врачей службы. Правильно подобранное лечение дает ему длительные ремиссии. И хотя химиотерапия не всегда переносится легко, она позволяет Алексею жить обычной жизнью. Читать, гулять, заниматься медитацией и с оптимизмом смотреть в будущее. С 2013 года как раз вот и приезжаю сюда, да? А ремиссия после первой химии долго длилась? Ну, как бы так, да? Врачи замечательные, всегда относятся с этим, с пониманием, всегда внимательные все. И медсестры такие же хорошие. Наталья Соловкова с детства мечтала стать врачом. После окончания интернатуры выбрала гематологический профиль. И с 2017 года работает гематологом дневного стационара. В нем получают лечение люди с хроническими лейкозами, множественными миеломами, анемиями и другими заболеваниями крови. Мы проводим химиотерапию, курсы химиотерапии при разных заболеваниях. Это различные курсы и различное количество этих курсов. Ну, например, при лимфоликозе, как правило, это 6 курсов химиотерапии. Каждый курс, ну, ориентировочно раз в месяц, то есть через определенное время. Ну, а также проводим диагностику, лечение, оцениваем эффективность лечения после курсов химиотерапии. Дневной стационар работает с 2000-х годов. Эта форма позволяет человеку проходить лечение в течение 2-4 дней без размещения в палате, не отрываясь от своей семьи. Отсутствие внутрибольничных инфекций и стресса, сопутствующего длительной госпитализации, позволяет пациентам при серьезных, часто неизлечимых заболеваниях поддерживать достойный уровень жизни. Иркутская область одной из первых открыла дневной стационар. Это стало естественным витком развития гематологической службы при Байкале, которая отмечает свой полувековой юбилей. Гематологическая служба, она прошла, вот, путь длиной в 50 лет, начиная от небольшого 30-коечного отделения. И на сегодняшний день это 60-коечное отделение, это дневной стационар, это амбулаторная служба в Ангарске, в Иркутске, в Братске. В период пандемии гематологическая служба не остановила прием, отделения не закрывались, а дневной стационар взял на себя дополнительную нагрузку, подняв пациентов других медицинских учреждений. Специфика заболеваний крови не позволяет человеку оставаться без своевременного лечения. Пандемия подтолкнула врачей еще к одному современному шагу – созданию дистанционной консультации для пациентов, которые не могли приехать на очный прием. К юбилею нашей службы мы решили отметить гематологов Иркутской области вот таким значком, который символизирует капелька крови. Ну, каждый понимает, что кровь – это жизнь. А глобус свидетельствует о том, что наши гематологи в настоящее время оказывают помощь в соответствии с международными стандартами. Альберт Домнин, при содействии телекомпании Аист, новости 360 Ангарск. Практически на две недели позже обычного наступила климатическая зима на юге Прибайкалья. Как заявили в областном управлении метеорологи и мониторинга окружающей среды, обычно это происходит в середине октября. Однако до сих пор наблюдается так называемый осенний фон. За последние три десятка лет похожие ноябри были пять раз, в том числе в прошлом году. Как отмечают специалисты, это редкость, но не аномалия. Периодически теплый воздух перемещался из районов Средней Азии и юго-европейской части страны. Холод в ушедшем месяце обусловлен влиянием Арктики. Осадков на большей части выпало меньше и в границах нормы. Самые минимальные высоты – в южных и центральных районах. Из-за такой погоды ледостав на большинстве рек прошел на 5-20 дней позже обычного. Аналогично было и в 2020-м. По мнению метеорологов, декабрь также ожидается теплее обычного. Среднемесячная температура днём прогнозируется на уровне минус 12 и минус 19 градусов. Также первый день несколько необычен, ведь в Прибайкале не установился антициклон, который традиционно определяет погоду зимы. А в западных и юго-западных районах проходят циклоны, которые не характерны для декабря. Уже в ближайшую пятницу стоит ждать потепления. В целом первая декада месяца будет на 5-7 градусов выше. А вот в оставшиеся дни, вероятно, похолодание. Температура по ночам, возможно, упадет до минус 21. Днём до 10 мороза, иногда до 30 градусов ниже нуля. Прогнозы же на новогодние праздники и первую декаду января метеорологи пока не дают, хотя, вероятно, ситуация будет развиваться, как в прошлом году. Каникулы тогда выдались морозными. Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. До 21 декабря продлил приём заявок на массовую регистрацию брака на льду Дворца спорта «Ермак» Ангарский ЗАГС. Уникальное событие пройдёт в зеркальную дату 22 января 2022 года. Такой необычный способ при Ангаре состоится впервые. Заявление подали уже 10 пар, в том числе из Иркутска и Черемхова. Мероприятие обещает быть красочным. В программе примут участие маленькие ангарские фигуристы и шоу-группа из областного центра. Секция фигурного катания появилась в спортивном клубе «Юность». Напомним, изначально там проводили только тренировки по хоккею, затем появился бокс и вот новый вид спорта. Причём занятия будут проводить абсолютно бесплатно. Этот корт в 22-м квартале у местных ребятишек пользуется бешеной популярностью. Многие после школы домой попадают не сразу, через ледовую площадку. Валерия Дмитриевиченко, которая относительно недавно переехала в Ангарск из Екатеринбурга, также хотела просто покататься. Но дипломированного тренера, что называется, взял в оборот руководитель юности Василий Петров. Живём относительно недалеко. В свободное время, как я говорила, уже занимаются тоже фигурным катанием и с детишками катаемся со своими. Увидели замечательный корт, где есть освещение, почищен лёд, залит достаточно хорошо. Это привлекло. А затем мы уже познакомились с директором корта, и он нам предложил попробовать открыть такую секцию. Любой спорт требует немало сил и терпения. Стать на коньках, отрабатывать первые движения дети начинают уже чуть ли не с двух лет. Тем не менее, на объявления есть отклики. Первые желающие есть. В основном приоритет у нас идёт на девочек, потому что у нас уже есть хоккейный клуб. Юности мальчики у нас заняты. Хотелось бы и привлечь в спортивную жизнь девчонок. Принимаем возраст любой, можно с двух лет. Кто хочет, с какого возраста. То есть, как я говорила, я с пяти лет занималась сама. Это, наверное, один из лучших возрастов начала деятельности. Ждём всех желающих. Возрастных ограничений нет. Хотим развить, привлечь молодёжь к спорту. Альберт Идомнин, Новости 360, Ангарск. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в группах ВКонтакте и Одноклассники. Ещё больше новостей в нашем инстаграм-аккаунте. Ангарск, нижнее подчёркивание, 360. Это было всё на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов при Байкале. Читайте в свежем номере газеты «Свеча». Новости сегодня. Забытая клятва Гиппократа. Позаимствовала 600 тысяч рублей из бюджета пенсионного фонда. Ангарчане нашли на мусорке библиографическую редкость. Первый номер газеты «Правда». Областным правительством восстановлена гарантия льготного проезда. С миру по нитке. Созвездие – зайки. Браво! Успешные и красивые миссис. Газета «Свеча». Живи ярче, живи светлее. Байкальский. Можно будет наблюдать 2 градуса ниже нуля. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. А теперь о погоде в Ангарске. В четверг пасмурно. Днем минус 4, ночью минус 7. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите «Метеопрогноз» на канале «Ангара-Медиа». А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Галина Ивановна, здравствуйте. Вам звонят из службы безопасности банка. Замечена подозрительная активность на ваших счетах. Мошенники взяли кредит на ваше имя в размере 300 тысяч рублей. Скорее всего замешаны сотрудники банка. И мы проводим спецоперацию по их разоблачению. Очень необходима ваша помощь. Оформите на свое имя кредит, снимите деньги и переведите их на безопасный счет, номер которого мы вам скажем. Да какие же мы мошенники? С нами даже государственные органы сотрудничают. Здравствуйте. Да, я сотрудник правоохранительных органов. Мы знаем про спецоперацию. Помогите нам разоблачить мошенников, только никому об этом не рассказывайте. Иначе мы на вас уголовное дело заведем за пособничество и разглашение. А потом еще и по судам запускаем. Вам понятно? За последние годы мошенникам ангарчане перевели десятки миллионов рублей. Не дайте мошенникам манипулировать вашими деньгами и банковскими картами.